Эколого-биологическому центру в этом году 60. Сегодня это одно из старейших учреждений доп. образования в городе. За годы существования центр сформировал и традиции. Одна из них – Дни открытых дверей. Школьников со всего Сочи преподаватели центра приглашают в гости в начале учебного года, познакомиться своей работой и пригласить в секции. Наша деятельность имеет отношение к экологии, к биологии. Самое главное, что она имеет отношение к самым основам нашей жизни, то есть это к природе. И главное, чем мы должны научить детей, это любить и понимать природу, и понимать, что человек – часть этой природы. Первое, с чем знакомят гостей эколога биологического центра, это с обитателями живого уголка. Пушистыми, шиншилами, хомяками и кроликами. И с экзотическими, гигантскими тараканами, черепахами, игуанами и змеями. Игуану разрешают немного покормить, а змей даже потрогать. Он очень ласковый, он любит детей. Он никого еще в жизни ни разу не укусил. С мельчаков подержать змею в руках, потрогать и даже положить на шею оказалось немало. А в другой секции детям рассказывают о мире камней, минералы и горные породы – еще одно направление работы эколого-биологического центра. А также флористика. Здесь из целого букета разных цветов и растений сегодня детей учили делать бутоньерки. Вот сегодня мы делаем такой просто праздничный букетик, как для мамы – бутоньерка за пять минут. Экскурсии сегодня проходили весь день. Для гостей двери центра будут открыты еще целую неделю. В это время все желающие школьники могут записаться в любой понравившийся кружок. Таких обычно немало. В течение года эколого-биологический центр посещают более 400 школьников со всего города. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Борис Осин, телекомпания ФКТ.